Новгородский областной суд Судебные приставы области озвучили предварительные итоги акции «Подари детям лето за платье алименты». Также напомнили о мерах, которые применяются к должникам. Акция стартовала 10 мая. За это время судебные приставы взыскали на содержание детей 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, только за последний месяц 67 таких неплательщиков были привлечены к административной и уголовной ответственности. У 52 арестовано имущество, и каждый третий ограничен в праве выезда за границу. Такие акции будут проводиться системно и к 1 сентября, и к Новому году. Мы сами понимаем, мы все дети, мы все родители своих детей, что каждая копейка и каждое внимание для своего ребенка – это очень важно. Руководитель управления также отметила, что в ходе акции активно используется разъяснительная работа, проводятся прямые линии и рейды. Участие в этом принимают детский омбудсмен, органы опеки и попечительства, Центр занятости населения, а также священнослужители. В Новгородском отделении пенсионного фонда провели семинар для работников бюджетных учреждений, темой которого стал порядок расчета пенсии. Для назначения выплат может быть три причины – возраст, накопленные баллы и стаж не менее 8 лет. Если возраст пока остается неизменным, то требуемые стаж и баллы, напротив, будут ежегодно расти, чтобы через 8 лет достичь предельных значений, установленных законом. По закону, по большому счету, 15 лет стажа – это требуемое. Но эта норма заработает с 2025 года, а сейчас имеется переходный период. На сегодняшний день 8 лет стажа необходимо для того, чтобы войти в правовое поле. И третьим условием является количество пенсионных баллов. Это, скажем так, аналог взносов, которые были уплачены страхователям за гражданина. Сегодня для получения пенсии по старости необходимо накопить минимум 11,4 пенсионных балла. К 2025 году их количество вырастет уже до 30. Рассчитать пенсионные баллы любой желающий без труда может на официальном сайте Пенсионного фонда России. В Новгородской области стартовали смены в загородных оздоровительных лагерях. Всего за три месяца в них отдохнут около 50 тысяч ребят. Смена в лагере «Волынь» уже длится почти неделю. В начале лета приезжают в основном малыши. Младшее поколение Морева, Акуловки, Боровичей, Холма и Великого Новгорода собирается вместе на территории здорового отдыха. А почему хорошо быть маленьким? Что все тебя любят и все тебя комят и воспитают. Просто ты ездишь по лагерям, тебя мама отправляет. Потому что у тебя много возможностей. То есть взрослые не смогут так же повеселиться, как дети. Можно гулять, по дискотекам ходить. Все можно делать. Этим летом лагерь «Волынь» планирует посетить около 200 детей. Спорт на свежем воздухе, вкусная еда, общение и сочетание дискотеки и здорового сна. Такому режиму позавидует сегодня любой взрослый. А тем, кто на летних каникулах остается в городе, но мечтает поближе познакомиться с природой и хочет взглянуть на мир глазами муравья, стоит посетить выставку в детском музейном центре. «Когда я ростом с муравья, микрокосм насекомых» – это третья выставка арт-проекта «Путешествие анималистов», посвященного Году экологии. Ее создавали свыше 135 авторов, возраст которых от 7 до 16 лет. Напомним, арт-проект проходит в течение всего нынешнего года. Он включает четыре сезонные выставки, посвященные миру рыб, птиц, насекомых и животных. Цель проекта – через детское творчество привлечь внимание к обитающим, рядом живым существам, нуждающимся в заботе и бережном отношении. Увидеть маленькое, большим, а незаметно очевидным можно будет до 16 июля. У меня на этом все. Далее о погоде. А я прощаюсь и желаю вам отличной пятницы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова